Здравствуйте! С вами День города и Марина Романюк, ведущая программы. Смотрите в выпуске. Рязань в режиме ЧАЭС. Свежие сводки с фронтов битвы с лесными пожарами. День Трифидов по-Рязански. Как гигантский репейник ослепил коммунальщиков. Десантник он и в Африке десантник. Рязанские голубые береты установили рекорд военных игр армии 2022. В связи с лесными пожарами на территории Рязанской области введен режим ЧАЭС. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора Павел Молков. По его словам, этот шаг сделан для применения дополнительных мер по защите жителей и территорий. Тем временем, обстановка в самых жарких районах, Спасском, Клепиковском и Рязанском, по-прежнему напряженная. Авиалесохрана дополнительно призвала в регион 99 парашютистов-десантников. О том, что происходит прямо сейчас, в нашем следующем материале. В связи со всем, что происходит, я принял решение ввести на территорию Рязанской области режим ЧАЭС. Подписал сейчас соответствующий документ. Введение режима ЧАЭС в Рязанской области мера ожидаемая и вполне логичная. Понятно, что в основном режим ЧАЭС коснется горящих районов. Понятно, что там сейчас первопричина. Официально формулировка звучит так. Для применения дополнительных мер по защите жителей и территорий. К слову, населенные пункты, с которых эвакуировали людей, Диулина и Голованова, усилиями пожарных сегодня удалось отстоять, но возвращаться жителям пока рано. Битва со стихией развернулась масштабная. В регион дополнительно перебросили лесной спецназ, сотню парашютистов-десантников. Еще 50 будут завтра. Работают, что называется, на износ. Причем парни здесь практически со всей страны. Копаем минполосу. Все, не даем минеральную полосу. И дальше прохождение огня не даем. Пропиливаем просеки. Здесь ты непосредственно работаешь по кромке лесного пожара, так что это более эффективно. Ты наглядно видишь, к этому приближен. Что-то где-то горит, где-то тлеет, где-то дотушиваешь. Отдельной нитью во всем этом противостоянии со стихией проходит работа противопожарной авиации. Прямо сейчас тонны воды сбрасывают на очаги возгорания 18 самолетов и вертолетов. Под четким управлением летнабов, наблюдателей-корректировщиков. И, кстати, для локальной разведки обстановки в конкретных секторах общую картину предоставляют беспилотники. Вертолет, он более точечное попадание. То есть можно уже контролировать кромку. Во-первых, вести связь с наземными службами, которые непосредственно тушат, что очень важно, когда тушится такой пожар. И, значит, как специалист уже, когда ты нажимаешь кнопку, то есть в какой нужный момент наводишь командира конкретно на тот участок, на тот пожар, так как имеешь уже опыт и видишь, что где нужна помощь, а где ее не требуется. Понятно, что на земле самая сложная и опасная часть работы. Сейчас во всех районах противостоят огню более 9 тысяч человек и примерно полторы тысячи единиц спецтехники. Основная проблема в борьбе с пожаром – постоянный порывистый ветер, из-за которого часто приходится проводить перегруппировку на кромках и внутри контура очага. Люди работают по кромке, то есть занимаются распиловкой валежника, убирают горючие материалы от кромки, чтобы не было перебросов. В первую очередь это лопата, бензопилы, РЛО, мотыги. Глава Россельхоза Иван Советников в эфире федерального телеканала «Россия-24» ближайшие два дня назвал определяющими в тушении рязанских пожаров, но оговорился – это прогноз предварительный. Ситуация действительно близка к перелому, сил прибывает все больше, три кромки пожара уже локализованы. Так что, по его словам, надо еще немного потерпеть. Тихий дворик на одной из центральных улиц города по улице Дзержинского по соседству с крупнейшим вузом – медицинским университетом в этом году борется за правду, по сути, с ветряными мельницами. Заросли репейников выше человеческого роста, горы мусора, разбитые в древеские дворовые дороги. Пока что дела до этого никому нет. В этом репейнике, который уже стал практически древовидным, запросто может потеряться ребенок. Да и взрослому здесь будет некомфортно. Все это выше человеческого роста. Никогда здесь такого не было. Никогда. Дом с 62-го года, и вот это вот здесь первый-первый раз такое. Неужели нельзя было скосить? Сейчас, конечно, уже только топором рубить. И все. И в том дворе тоже самое. Вы сами видите, что эти дикие заросли – это первый год. За много-много лет, начиная с северских времен, я такого не помню. Или какой-то природный ландшафт новый разрабатывается. Вот очистили детскую площадку. Ну, по-моему, после многочисленных жалоб. Все-таки живем в центре города. В центре города. Ни на край, ни никуда. И вот что это? Об опасности сухих деревьев говорилось не раз. Но почему-то над здешней детской площадкой по-прежнему угрожающе нависают черные ветки. Оттого и гляди, рухнет. Еще сухие деревья у нас вот, их пилили в этом году. Но четыре дерева вот на нашей площадке, где дети бегают, они так и остались. Мы ходим в поликлинику нашу во вторую. И даже мне врачи вот недавно говорят, ну, жаловалась. Говорят, помогло. Я говорю, не помогло. В том году дерево упало прямо на мой балкон. Вот. Вызывали МЧС. Слава богу, что балкон целый. Ответственность за чистоту и порядок дворовой территории несет управляющая компания. Каждая из нас платит своей управляйке деньги за содержание жилья. Но управляйка «Зеленая роща», которая должна ухаживать за этим двором, считает иначе. Нам ответили, это не наша проблема, это благоустройство города, обращайтесь к ним. Хотя, живу я здесь уже очень много лет. Ну, порядка десяти. И у нас никогда вот такого не было. У нас всегда ЖУ было замечательно. Может быть, город работал, я не знаю. Вот что нам сказали в самой управляющей компании. Мы его окашивали, полностью дома косили, в границе придомового участка. То, что жалуются жители, наверное, вы сами видели, это в центре двора, наверное, репейник, да? Да. Вот. Это, к сожалению, к счастью, не наша территория, была бы наша муниципальная территория. Детскую площадку, которая там есть, мы подчистили, обкосили. Мы, как бы, обкашиваем, даже если не наши детские площадки муниципальные, детские площадки мы однозначно все обкашиваем. Но вот разорваться, чтобы выкосить всю муниципальную территорию, у нас просто нет возможностей таких. Вопросы у жителей и к оперативности вывоза мусора. Крупногабаритная строительная куча растет здесь уже не первую неделю, а кто отвечает за этот вывоз, жители даже не знают. Хотя с этим вопросом в свое УК тоже обращались безрезультатно. Тот же представитель управляйки в телефонном разговоре подтвердил трудности с Экопронском. Оператор принципиально отказывается вывозить крупногабаритный мусор. Ну вот посмотрите на нашу помойку. Это что? Центр города. Ничего не убирается. Уже это месяц. Вот это все? Больше месяца? Ну, месяц, полтора месяца. Вот это все, вся вот эта картина. И сюда еще валят, и валят, и валят. Я не знаю, кто это должен убирать. Ну, мы же не на свалке. Прополучается, мы живем уже на свалке. Городская свалка уже пришла к нам. В центр города, улица Дзержинского. Пока погода сухая, говорят жильцы, всей картины не увидеть. А как только зарядят дожди, во двор будет не зайти. Несколько лет назад, ну, лет, наверное, пять, благоустраивали двор, то есть клали асфальт, бордюры. Я выходил и попросил вот этот поворот более закругленный сделать, потому что машины даже легковые, ну, не разворачиваются до 90 градусов. Только мало того, что они не сделали, так они даже оставили старые бордюры. В результате он сейчас вывозит тяжелый мусоровоз, он не разворачивается, он заезжает сюда, и вот, ну, если будете снимать, увидите, какая-то глубина. Это пока без воды. Потом стоит на болото, естественно, разносится грязь по всем дорогам. Ну, то есть выходишь из подъезда и попадаешь прямо в грязевой массив. Прям хоть лечебный курорт грязевой устраивает. Разбитый асфальт и глубокие ямы, как считают некоторые, результат того, что двор оставили проездным. Сделали бы, мол, шлагбаум, чтобы не ездили желающие сократить маршрут. Но и в этом вопросе понимания местные жители пока не нашли. С абсолютным рекордом завершили российские десантники, а среди них были и рязанцы, соревнования по ориентированию на пересеченной местности. Военные игры «Армии-2022» завершились в Алжире. Об этом сообщает телеканал «Звезда». Голубые береты должны были за минимальное время преодолеть 30 километров маршрута, пройдя 200 контрольных точек. Наши парни установили рекорд трассы, собрав 178 точек. Как работает десантура в нашем следующем материале. Россия! 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 Вот так отправляла на дистанцию российских десантников местная торсида. Понятно, что наших здесь больше, а значит и поддержка громогласней всех. Хотя это и Алжир, на секундочку. Перед состязаниями по ориентированию нашим, конечно, карту изучить далее. Для аборигенов местность знакомая, они называют ее простой. Для того, чтобы немного ознакомиться с местностью. Местность очень легкая. Десантный взвод, конкурс на военных играх не новый. И на бумаге действительно все выглядит вроде бы просто. Вот только это Африка. И палящий зной свое дело знает. Российские! Давайте, ребят! Не сдавайтесь! Короче, погода жарковата немного. Но все равно мы бежим. Аккуратно. Первый. Второй. На руках у десантников GPS-трекеры. А еще компас и спецконверт. Внутри карты. Время на прокладку маршрута 10 минут. Дистанция 30 километров. Собрать нужно максимум из 200 контрольных точек. Аптически 5 километров. Ну, может, еще 7. Если отбегание. Смекалка. Это вот чисто наше изобретение. Российские десантники, как известно, не ищут легких путей. Поэтому и здесь сокращают маршрут, штурмуя трехметровые заборы и заросли кактусов. А в итоге команда завершает дистанцию с абсолютным рекордом. 178 собранных точек из 200. А ведь накануне наши парни еще и прыгали с парашютом на точность приземления. Диаметр площадки приземления 10 метров. Попасть надо в самое яблочко, в небольшой красный диск. И это при том, что круг сливается с барханами. Киргизы, например, не справились. Наши идеально. Вся тройка буквально сорвала аплодисменты судей конкурса. Как, впрочем, и всех соревнований. Российская команда – безоговорочный победитель. Потому что, да, десантник, он и в Африке десантник. Ревность, чувство разрушительное. Об этом говорят психологи, коучи и уголовные дела. Сразу несколько судеб испорчено одним ударом ножа. Такая история произошла в железнодорожном районе города. Прокурорам железнодорожного района Рязани утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 34-летнего рязанца. Обвиняют мужчину в незаконном проникновении в жилище и умышленном убийстве. По делу установлено, что в мае 2022 года, в ночное время, Рязани в состоянии алкогольного опьянения пришел в квартиру, где проживала его бывшая сожительница с другим молодым человеком. Несмотря на то, что дверь квартиры была заперта, злоумышленник выбил ее ударом ноги, незаконно проникнув в чужое жилище, против воли проживающих там лиц, и принесенным с собой кухонным ножом на почве ревности, на глазах у бывшей сожительницы, на нем запроснувшемуся и лежавшему на диване 29-летнему мужчине один удар в область груди, причинив проникающую колотерезанную раны, от которой последний скончался спустя непродолжительное время. С места преступления ревнивый мужчина скрылся, но вскоре его задержали и заключили под стражу. Несмотря на непризнание мужчины своей вины в совершении тримирхием удеяний, собранные предварительным следственным доказательством, являлись достаточными для предъявления обвинения в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 ст. 139 и частью 1 ст. 105 Уголовного кодекса Российской Федерации. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Железнодорожный суд. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. Судьба этой женщины достойна отдельной страницы в истории отечественной культуры. Дочь вынужденных эмигрантов в годы Великой Отечественной войны она вернулась на родину, прожила яркую жизнь, оставив след в искусстве. Актриса Лидия Вертинская осталась в истории еще и как художница. Выставка ее работы открылась в художественном музее. Советские зрители навсегда запомнили птицу Феникс из Садко, томную герцогиню из Дон Кихота и коварную Анидак из Королевства Кривых Зеркал. Редкая красавица Лидия Вертинская часто получала предложение сниматься в кино. Однако культовыми актрисами стали ее дочки Анастасия и Марианна. А сама Лидия большую часть своей жизни посвятила живописи. Она окончила Московский художественный институт имени Сурикова, факультет театральной декорационной живописи. Работала художником на графическом комбинате, участвовала в выставках, вступила в Союз художников. Выставка получилась небольшая, но очень симпатичная, потому что представлено здесь творчество неожиданного для всех художника Лидии Владимировны Вертинской, жены и музы знаменитого русского певца Шансанья Александра Вертинского. Она закончила Суриковский институт по настоянию мужа, который хотел, чтобы после его ухода из жизни, а он был на 35 лет старше живее, и понимал, что поднимать детей придется Лидии. Он хотел, чтобы она получила ремесло, чтобы у нее в руках была профессия, которая бы кормила. Ее декоративные пейзажи и яркие натюрморты в технике цветной литогравюры охотно раскупались в художественных салонах. Я почитала воспоминания дочерей о Лидии Владимировне, и впечатлилась и историей любви этих двух людей, хотя, казалось бы, такая разница в возрасте. Не случайно, наверное, Александр Николаевич потом называл себя кавказским пленником, потому что он пленился ее совершенно необычной красотой, ну, видимо, и не только красотой, а и какими-то человеческими качествами. Выйдя замуж за русского певца Шансанья, кумира миллионов Александра Вертинского, овдовела Лидия Рана. Она пережила супруга на 56 лет, но хранила эти годы верность его памяти. Ей было 90, когда она скончалась под его песню «Ваши пальцы пахнут ладаном». В память об их любви вышел телесериал «Вертинский». Идею проекта предложили дочери художницы, как и идею вот этой выставки. Эстампы Лидии Вертинской предоставлены коллекционерам из Германии. Всего на выставке рязанские зрители увидят 45 лет и гравюр 60-х, 80-х годов прошлого века. Марина Романюк, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». На этом все новости вторника. Я прощаюсь с вами до завтра. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова